Столичный Акимат 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 Говорил, что на рассмотрении мы согласуем. Нам говорили о том, что где-то задержат МЧС, еще что-то. Слались на причины, что есть карантин и прочее. Но, тем не менее, на сегодняшний момент сейчас уже наступила холода. Мы остаемся на сегодняшний момент с вот таким фасадом. Мы боимся о том, что у нас зимний период, когда сейчас наступит холода, немножко пойдет конденсат, кирпичи начнут падать более. И мы просто наедине с собой. Сейчас нам сегодняшний момент говорят, что да, мы, возможно, заложим бюджет следующего года, технические характеристики и прочее. Мы совершенно не понимаем, когда произойдет рассмотрение этого вопроса. И жители дома, мы видим, что у нас люди гуляют с колясками, у нас гуляют здесь дети, у нас падают кирпичи. Что нам с этим делать, мы совершенно не знаем. Абсолютно. Вот у нас, мы просто в патовой ситуации, у нас периодически мы ставим ограждение. Ограждение, ну, понятно, дети гуляют, снимаются и прочее. У нас не только эта сторона, где сейчас проходят люди. У нас есть, если, ну, увидите, у нас есть та зона, где бесконечно ездят машины. То есть та зона не сегодня, а завтра тоже упадет. Мы совершенно не понимаем и не знаем, что нам с этим делать. Смотрите, мне в Акимате сообщили о том, что в этом году финансирование не будет. Неизвестно, будет ли оно в следующем году. И вот получается, что жителям остается надеяться до этого времени только на себя. Да. И вот какие-то меры вы самостоятельно, может быть, своими силами что-то будете делать? Да, самостоятельно. Не только жители с помощью КСК. Мы пытаемся установить ограждение. Но те суммы, которые нам выставляют, это не подъемная сумма. Дом состоит всего из 81 квартиры. Из них часть пенсионеров, ну, и как бы людей, которые зарабатывают, бюджетников, еще что-то. Этот дом вообще, он большинство бюджетники. Это небольшие зарплаты. Мы никогда самостоятельно не потянем то, чтобы восстановить этот дом, фасад. Единственное, что мы, я говорю, мы периодически устанавливаем ограждение. Его снимают. Бегают дети. Маленькие дети, они бегают, наверное, растаскивают эти кирпичи. У нас там группа людей, которая бесконечно говорит о том, что там не бегать, не еще что-то. С другой стороны, у нас, с другой стороны дома, у нас находятся балконы. Люди пользуются балконами. Фасад идет по всему кругу. То есть это риск того, что человек, я живу на восьмом этаже, и таких у нас, у нас девятиэтажный дом много. Любой человек может в любой момент выйти на балкон, у нас падает фасад. А в Акимат вы обращаетесь вот с этой проблемой уже на протяжении семи лет, да, вы мне сказали? Да, на протяжении семи лет мы говорим о том, что у нас проблемный дом. Это не первый раз. У нас уже были проблемы с фасадом, когда это была небольшая проблема. Жильцы с помощью КСК разрешили его своими силами. Но на сегодняшний момент это не вопрос локальной того, что вот падает только здесь кирпичик. Это проблема того, что идет по всему периметру. Изначально, ну, засройщики допустили ошибки. Мы не знаем, никто у нас были засройщики, ни еще что-то. Мы не можем сейчас взыскать кого-то, подавать на кого-то в суд. Этих людей просто нету. И люди находятся вот в такой ситуации, когда мы заложники того, что в любой момент кого-то может просто убить кирпичом. А кирпичи как часто падают? Они падают периодически. Это вот сегодня может упасть один-два, никто не знает. Сегодня упадет два, завтра упадет три, послезавтра упадет четыре. До этого, когда у нас была локальная проблема, да, приехал ЧС. Ну, что сделал ЧС? ЧС его снял, при этом нам повредили входные группы. Теперь люди на протяжении, ну, вот сейчас у нас идет, мы понимаем, сезон дождей, там, снега и прочее. У нас люди просто утопают в том, что на них льется вода. Кому это восстанавливать? Да, все понимают, закон предоставит, что собственники должны нести ответственность за содержание своего имущества. Но это неподъемные суммы, мы не можем. Получается так, что, ну, что нам делать с этой ситуацией? Мы обращаемся, мы до этого писали, КСК может подтвердить в том, что КСК неоднократно обращалась. Да, вот об обращениях я знаю. Хорошо, спасибо за ответы ваши, уважаемые телезрители. Я напомню, что в Акимате нам сообщали о том, что на ремонт этого дома, возможно, выделят 143 миллиона. И теперь я хотела бы выслушать представителя Акимата, руководителя отдела жизнеобеспечения района Сара-Арка, Андрей Александрович. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот уже много лет обращаются жители, вы сами не первый год даете комментарии, почему никак не удается выделить средства, почему Акимат не может найти средства на ремонт этого дома? Да, действительно, на сегодняшний день пока к работам по устранению не приступали, потому что, как вы уже сказали, нам не было выделено средств. В текущем году мы планируем получить средства на разработку проектно-сметной документации, то есть она будет готова. Во сколько она обойдется? Она обойдется около миллиона девятьсот тысяч тенге, туда входит государственная экспертиза, проект полностью, вся документация необходима для производства работ. И на будущий год, 2021 год, мы планируем запросить средства на строительно-монтажные работы. То есть, чтобы у нас задержки в следующем году не было, мы в этом году стараемся получить деньги на проектно-сметную документацию. Ну вот, на протяжении семи лет не удается решить этот вопрос. Бюджет сейчас, мы знаем, сокращают на следующий год. Вот, допустим, ранее заместитель Акима говорил, в течение трех месяцев будет, возможно, решен вопрос. Но в итоге, вот, до конца года он все еще, ситуация та же. А в следующем году, то есть, вы думаете, что деньги все же будут выделены? Да, мы надеемся, конечно, что деньги будут выделены, и мы сможем зайти, устранить имеющиеся замечания, так как действительно угроза имеется. А вот почему, как в Акимате объясняют это, почему, вот, управление финансов, допустим, да, почему нет средств, вот, на ремонт этого дома? Ну, из резерва Акима деньги тоже просто так не выделяют, то есть, должны быть основания законные. На основании чего вам отказывают финансирование? Ну, во-первых, возникает вопрос, кто строил дом. То есть, если есть грубые нарушения, допущенные при строительстве дома, тогда застройщик должен тоже нести ответственность. То есть, у нас есть застройщик, есть технадзоры, есть авторский надзор, проектировщики. Вот, возникает такой вопрос. Ну, у нас зачастую происходит так, что на сегодняшний день, допустим, юридически эти организации уже не существуют. Поэтому, как бы, спросить, получается, не с кого. А собственники, вы сами видите, они уже об этом озвучили, что у них тоже нет средств все это сделать за свой счет. Поэтому приходится обращаться в резерв. Резерв, он предусматривает решение, да, таких вопросов, где ситуации аварийными признаются. Вот, как вы знаете, в этом году средства были использованы на другие направления, которые, видимо, были более важны. Вот, поэтому сюда... На этот дом конкретно не хватило. Мы пытаемся в этом году получить хотя бы на проектно-смертную документацию. Хорошо, спасибо большое за ответ. И, уважаемые телезрители, я отмечу, что ранее заместитель Акима района Сарарка говорил нам о том, что 143 миллиона готов выделить Акимат на ремонт многоэтажного дома. Отмечу, что сам дом был построен в 2005 году и сдан в эксплуатацию в 2006. Мы, как говорится, будем держать руку на пульсе и мониторить в дальнейшем разрешение этой ситуации. Студия у меня. На этом все. Пока. Вам слово. Спасибо, Мольдер.